В этом году я был в рейтинге только 32-й. Бабуница-хоспитал. Почему я взял в Чехию вообще? Это не так много денег. Практически всё организовывается за вас. В Каталонии, Испании, Португалии. Уровень жизни получше. Они так и полетели куда надо. Но они делают это полностью самостоятельно. Ты закончил в университет, и сразу же работают. Ваше заявление аннулируется. Добро пожаловать на мой канал «Врачи в Чехии». С вами Анна Недашковская. Сегодня у меня в гостях врач-терапевт Станислав Кравчев. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, ставьте колокольчик, чтобы вы получали уведомления о новых видео. Сегодня мы поговорим со Станиславом о его стажировке в Чехии. Расскажи, что это за стажировка, как ты туда попал, и что для этого нужно сделать, чтобы проходить такую стажировку? Это была стажировка в отделении инфекционных болезней в Бабуница-хоспитал в городе Брно. Это вторая по лечению больница вообще в Чехии. Я туда попал благодаря организации IPFMSA, то есть International Federation of Medical Studies Associations, потому что практически в любой стране есть отделение, то есть национальные медицинские организации, которые работают именно с студентами, медиками и с интернами, и они предоставляют возможность поехать на такие стажировки. Конечно, для этого нужно пройти небольшой конкурс. Надо знать английский, считаются твои баллы за учебу и кое-какая активность в организации. Но в конечном итоге у тебя есть возможность поехать во многие страны. В этом году я был в Чехии, в следующий год я поеду в Лавсбю. Кроме того, я уже был в Хорватии и в Грузии. А есть филиалы этой ассоциации в других странах? Да, есть в России. Там также доступно для медиков и для интернов. Также есть аналогическая ассоциация в Казахстане, в Азербайджане, в Грузии. То есть в всех странах постсоветских нету только Беларусь. А в октябре всех есть. Я хочу сказать, что я тоже участвовала в данной программе, в данной стаж-роке, но не проехала. Один раз, потому что они остались в странах, которые меня не очень заинтересовали и далеко было лететь. А второй раз в связи с декретом. Я хочу, чтобы ты рассказал все-таки, что нужно, какие требования. Я расскажу об украинской процедуре. Она может отличаться немножко от процедур отбора других стран. Страны, но в основном они плюс-минус похожи. Каждый год в октябре, обычно в октябре, начинается обвод на участие в стажировках. То есть в зависимости от страны есть определенное количество мест. То есть мы как организация, кстати, я представитель этой организации, потому что я вице-президент Украинской медицинской саневской ассоциации. У нас есть... То есть в 2018-м я посмотрела, что ты вице-президент, а в этом ты призываешь президента. Нет, нет, президент именно киевского филиала. Филиал. Да, вот локальная представительница называется. А теперь я вице-президент всеукраинской. Сейчас нас просто посмотрят люди и скажут, какой он же вице-президент. Наверное, там какие-то есть схемы, и мы взяли... Сейчас я расскажу, что... Ну, вообще, это NGO, то есть Endowmental Organization, и мы очень прозрачно в этом плане работаем. То есть у нас есть определенное количество стран на всю Украину для всех студентов. Это зависит от активности организации. Сколько мы контрактов подпишем, насколько мы будем хороши представления нашей страны на международных встречах. Есть две в год разных стран. Ну, например, в этом году около 140 есть мест вообще на Украину. То есть это достаточно много. 140 возможностей куда-нибудь приехать. И страны абсолютно разные. От, я не знаю, от Каталонии, Испании, Португалии, до Тайвании, Индонезии, Чили или Мексики. То есть абсолютно разные страны. Многие говорили. Все начинается от подачи документов. Мотивационное письмо. Почему именно вы? Почему именно в эту страну? И так дальше. Потом ваша семья. Ну, твит-любит, резюме. Да. Потом оценки. Если вы студент, это зачеты сканированные. Если вы интерн. Питер, если вы интерн первого года. То приложение диплома. Приложение диплома. Оно очень сильно влияет на ваш балл, который будет в конце выведен. И еще очень важно, это активность в организации. Если у вас есть возможность работать в таких студентских... Именно в Великобритании, если вы в другие страны, в других медицинских студентских организациях, которые есть частью IFMSA, работайте. То есть баллы даются за то, что вы работаете студентами, которые приезжают сюда в Украину, например. Или за то, что вы себе проекты организовываете. И так дальше. А если, допустим, человек узнал впервые про такую стажировку, и он не активен, он не является... Да, конечно. Он может участвовать? Да, конечно же может. Просто у него будет меньше баллов по пункту активность в организации и за позицию в организации. Да, например, я вице-президент, и мне кое-какое количество баллов дается за то, что я вице-президент и за мою активность. Но на самом деле определяющее количество баллов это ваши знания английского, английского языка и ваши темы, по которым вы хотите работать, которые определяются во время собеседований в Skype, мотивационные письменные оценки. То есть это около 70% формирования баллов. То есть то, что имею только я, потому что я вице-президент и потому что я работаю в организации, это небольшая часть. И несмотря на то, что я вице-президент, в этом году я был в рейтинге только 32-й. Например, первые места занимали люди, которые просто были сверхактивными, то есть они очень много работали с иностранцами, они много делали проектов. То есть если ты президент, то это не значит, что ты первый год живешь. И формируется список людей относительно их баллов, которых они набрали, и окончательный бал. И если ты первый, ты можешь с 140 стран выбрать себе место, которое ты хочешь. Любую страну. То есть ты первый, тебе место пациента. Да, и, грубо говоря, так, второй уже на одну страну имеет меньше, и так дальше, и так дальше. Вот. Ну, в принципе, всегда можно, ну, то есть все длится по ценам. Все стажировки делятся на два типа. Билатеральные и унилатеральные. Билатеральные – это когда я еду в какую-то страну, а и с этой страны студент приезжает в Украину, например. Они самые дешевые, они стоят, цена все, 250 евро, и в эту стоимость входит, собственно, стажировка, место, где вы будете жить весь месяц, и питание раз в день. То есть независимо, или это будет, например, в Швеции, даже в Украине, у нас есть контракт с Швецией, например, 250 евро в Швеции, и за эти деньги в Швеции будете иметь питание раз в день, и возможность будет жить на протяжении всего месяца в Швеции. Ну, если понимать цены в Швеции, то есть 250 евро в Швеции – это не так много денег, то есть там очень большие цены, и это очень выгодно ехать, например, в такую страну. Кроме того, разные страны, у них есть какие-то дополнительные штучки, которые они тоже включают в программу, например, экскурсии могут включать, дополнительные какие-то курсы, ну, это зависит уже от уровня организации. И единственное, что вы должны затратить за билет и с собой деньги на карманные потребности. То есть ты смотришь по стране, выбираешь себе страну, каждая страна имеет свой цель в зависимости, у них на край, у них на край, у них на край, но проезд и все карманные потребности на сейфер. Да, 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 то есть это все равно выходит недорого, и это очень прозрачные обмены, потому что практически все организовывается за вас, то есть ваши задания только податься и выбрать страну. Все, дальше координация процессов идет, зависит от тех людей, которые работают в организации. То есть очень, для студентов, это очень хороший шаг, потому что другие стажировки, которые ты сам себе организовываешь, ты должен стараться от начала до конца все делать сам. Почему я взял в Чехии вообще? Да, да. Да, потому что раз, я бы с удовольствием поехал в какую-то Мексику или Чили, но билеты стоят тоже, а Чехия, например, а Чехия, это европейская страна, там более-менее очень, более-менее хороший уровень медицины, и она недалеко, и это недорогая страна. То есть для меня, с моим студентским бюджетом, это была региальность, также можно брать другие из этого рамка страны, как Словению можно брать, Польшу и так дальше. Почему именно инфекционные болезни? Потому что я очень интересуюсь, очень интересуюсь взаимосвязью микроорганизмов в человеке и здоровье. Я знал, что в отделении инфекционной болезни в брено делают сфекальные трансплантации. У них именно научная работа по этой теме идет, мне было интересно увидеть, как это делается вживую, они лечат псевдомимбронозный колитв сфекальной трансплантацией. Вот, и мне нравится вообще инфекционная болезнь. Я хотела сказать, что это похоже, но ты уже меня и передо мной нашла. Да, мне вообще все время иду. То есть ты заранее знал, ты посмотрел, ты знал, чем занимается эта клиница. Это факультетская, как я понимаю. Да, это University Hospital в Бугунице. Факультный иномаркционный иномаркционный. Да, да. Когда ты приехал в Чехию, на что ты стал обращать внимание? В Чехии уровень жизни получше, конечно же. То есть я был в то время, я был, например, на короткой медицинской стажировке в Шарите, в Берлине. Конечно, если сравнить Чехию и Шарите, это не тот уровень, но если сравнить, я был так и в Польше, в России, в Жилин, стажировка в Грузии, конечно, уровень плохой. То есть, в принципе, наверное, то, что меня больше всего впечатлило, там врач имеет возможность сделать то, что должен делать врач. То есть у тебя есть все возможности для диагностики и все возможности для лечения. И ты не думаешь о том, есть ли у пациента деньги, чтобы заработать для лечения. Ты не думаешь, есть ли возможность у тебя там заказать какой-то метод диагностики. Ты знаешь, что для какой-то конкретной болезни нужно сделать там. Пациент застрахован, да? Да. И за него платят деньги государство. Если тебе нужно сделать ПЭТ-КТ, ты просто даже не сомневаешься, ты знаешь, что в этом случае надо предназначать ПЭТ-КТ, ты пишешь ПЭТ-КТ и все. А в Украине, конечно же, сложно. То есть ПЭТ-КТ, оно очень дорогое, ты даже начинаешь анализировать, будет ли этот способ диагностирования именно для этого пациента хорошим. Или надо взять, чтобы что-то подешевле. Или очень много пациентов в Украине вообще не имеет денег. И ты начинаешь, даже это не лечение, а какое-то гадание начинается. Вообще тебе скажу, что в Киевской области у нас всего лишь есть три учреждения, в которых можно сделать это ПЭТ-КТ. Вот. Это на самом деле больше всего мне понравилось в Чехии. То есть в принципе врач там делает свою работу и он не переживает. А ты был как практикант или ты делал абсолютно все как врач? Нет. Скажи, у меня кое-какого должности у вас пациента? То есть я не могу именно делать то, что врач, потому что, чтобы делать то, что врач, я должен быть врачом в Чехии. У меня должна быть административикация и все вот эти пункты, которые позволяют... О которых я рассказывала в своем канале. Да. Которые позволяют тебе работать именно как врачу. Но я был как, грубо говоря, как первый помощник, с этим не повезло, потому что в моем отделении было очень много молодых врачей, с которыми я мог свободно общаться на русском. Ой, извините, на русском, но на английском. И в принципе под конец месяца я уже понимал плюс-минус пациентов. То есть мне не надо было переводить, что говорят пациенты. И моя работа заключалась в том, что я постоянно был возле врача. Мы анализировали различные анализы. Это очень-очень удобно там делать, потому что в них есть программа на госпиталь. И ты можешь смотреть динамику на мониторе, это очень удобно, то есть какие-то бумажки. Я читала на посте на твоем фейсбуке, что ты говорила, что есть какая-то в этой клинике специальная система пересылки. Да, да. Пересылка анализа. Что такое пересылка анализа? То есть в моем понимании это как в Украине работает. Ты отдаешь анализы с анализа от нашей, и она идет в соседний корпус, и от нас откуда там кровь, например. Но тетя Маша может опоздать, потому что она может встретить свои подругу, начать общаться, а тебе нужно улучшать анализы. То есть да, украинец этим, конечно же, проблема. Там работают вот так, то есть у них есть пневмопошта, то есть ты покупаешь все анализы, такие как капсулы, и благодаря этой пневмопоште они так и полетели куда-нибудь. То есть и базовые анализы, такие как анализ крови, анализ мочи, ты уже за 2 часа можешь узнать. Это очень быстро. И это очень удобно, особенно... И это делается всегда так быстро. Да, 24% и поскольку это основная большая клиника вообще, ну вторая по лечению в стране, то есть в этой части это основная большая. Очень большой объем анализов можно сделать вообще, то есть ты можешь вообще целые панели анализировать, если это надо. И мне очень нравится, ну еще раз напоминаю, что у них все будет на компьютер, то есть ты можешь смотреть динамо. То есть ты смотришь воспаление, ты смотришь на это не по лейпоцитам, как это делается в утрене, ты смотришь по целоактивному белку, и не по плюсе, как у нас пишут, плюс-плюс-плюс, а посмотришь качественно, а количественно, то есть ты смотришь уровень ЦРБ, то есть ты смотришь, какой он был там 2 недели тому назад, какой он сейчас, как он изменился, когда ты начал лечить именно этим препаратом. Очень удобно, вот. То есть мне очень понравился вот этот момент, когда мы работали с врачами, которые анализировали все лабораторные показатели, и прежде всего, работали с пациентом, то есть как, потому что осмотр, исследования, плюс я практически участвовал в докторских процедурах, то есть, ну, например, ту же стекальную трансплантацию ассоциируем в ряду. Право назначения антибиотиков, вообще, про использование антибиотиков, давай поговорим. Процент, наверное, то есть они не разбрасываются антибиотиками на право и налево, то есть они всегда думают о возможности того, что пациент из-за нерационального использования антибиотиков, он может подхватить ту же процедуру дефицит и потом лечить ее, эту инфекцию, очень сложно, долго и дорого. То есть они начинают из первой дни, потом вторая, потом третья. Ну, вообще, раз это все равно, я же союз, но там нет возможности купить антибиотик в аптеке, как в маске. Без этого, без этого у них намного лучшие исходы, у них гораздо меньше средства. Тебе было непривычно, как у врачей из Украины, то, что нельзя ценить в аптеку, купить то, что ты хочешь. Ну, а... И сказать потом фармацевту, не надо мне тут рассказывать, я врачу. Ну, вообще, то есть, если... Я помню, у меня был большой срыв шаблона на первой наименческой стажировке в Хорватии. То есть сейчас для меня это больше, ну, оно само собой понятно, да, привычно. Если сравнивать молодого врача с Украиной, то молодого врача еще что-то? Хороший вопрос. В чем глобальная разница? Они работают вообще самостоятельно. То есть в Украине сложно, сложно начать работать самостоятельно прямо сначала. В Украине я тоже могу курировать пациента, и меня тут постоянно проверяет мой руководитель на интернетуре. Там они все делают с пациентом самостоятельно, руководитель тоже проверяет и говорит, да, хорошее лечение, или дает замечание. Но они делают это полностью самостоятельно. То есть, ну, от начала до конца пациент их, их в Украине нет. То есть в Украине я больше как пособник врача. То есть я больше писать, я должен что-то писать. Да, где-то там, где-то, где-то, где-то. Если мне повезло, и врач хороший, он даст мне... И он из них знает, что мне больше дает, и он дает с ним больше широты для маневров. Я могу иметь свою палату и лечить пациента в этой палате. Там сразу у тебя есть масштаб работы, и ты вот работаешь. Только проезжаешь, что ты ничего вообще из ряда вон выходящих не назначил пациента. Но ответственность за пациент, на ком, на тебе или на... Я не знаю, на самом деле этого момента. То есть я думаю... Потому что у нас многие преподаватели говорили, почему не хотят заниматься интернатурой. Потому что ответственность не доминальна. И желание там профессора закрыть подачу где-то в павале этого студента, чтобы он ничего плохого не наделал. Может быть. Я думаю, что вот на первых этапах может быть она как коллективная ответственность. Потому что как бы зало отделения постоянно тоже проверяются на смещение. Но поскольку весь процесс лечения... Нам вообще нет такого интернатуры. То есть ты закончил в университете, ты сразу же работаешь. То есть ты и учишься, но ты уже работаешь. То есть они требуют. То есть там работает этот принцип, что раз показать, второй раз ты уже сам делаешь, третий раз ты уже учишь. То есть там ребята, которые вот только-только что закончили университет, они сразу же и учат, ставят на... Ну, например, там врачи очень часто делают, ну, пимпальные функции. Инфекционные определения или после университета осталось уже, да? Да, то есть они уже сразу же учат, чтобы они чем быстрее стали, стали успевать. А расскажи еще про науку. Ну, да. Это же апокалическое мнение, правильно? Они занимаются исследованием, и, наверное, это неотъемлемая часть вопроса, и на практикальную трансплантацию. Да, да, да. Вот именно их профессор, это его направление, он курирует практикальную трансплантацию, это их такой вот вектор работы за последние 10 лет, у них неплохие наработки. Есть несколько молодых тоже врачей, которые работают по тактикам, а есть рамки, ну, ну, каждый может выбрать то, что ему интересно врачей, были врачи, которые никакими занимались, были врачи, какими-то способами диагностики, другими занимались, но обычно профессор, ну, вообще, то есть старшие коллеги и профессорами стимулируют, чтобы люди шли в науку, писали, то есть, работы, и именно работали качественно, делали качественную науку, то есть, не переливали. Не переливали, а делали свои какие-то исследования. Да. И мне еще... То есть это действительно исследования? Да. Это не взятие иностранной статьи и переводки? Нет, они занимаются исследованием, и еще мне понравилось, что каждые две недели у них есть такие вот встречи, когда молодые врачи встречаются, и они обсуждают какие-то новые исследования, или обсуждают там стажировку какого-то коллеги, который только что приехал. Например, у нас было обсуждение стажирование... Один коллега, он был в Критании на стажировке, и он делал презентацию, рассказывал о отличиях, о каких-то данных видах, что лучше, что хуже, и все это обсуждали. То есть очень хороший корпоративный момент, чтобы устраивать и коллектив, и вообще обмениваться новой информацией. А они потом вносят как-то эти вещи в свою практику, в свои полиции, или просто заканчиваются новыми обсуждениями? Зависит из личных наблюдений, из того, что я просто стружился там очень известным молодым врачом, именно с тем, что был уже в Британии. Он рассказывал, что, конечно же, сложно вот что-то глобальное изменить просто, но если на ту сторону пристают старшие коллеги, которые видят в этом конкретные рацио, то есть это нужно, то да, они инновации тоже вводят. То есть, ну, не обязательно, то есть они тоже ориентированы, ориентированы, напрягаются. А те врачи, которые занимаются наукой, они только исключительно занимаются наукой, или же они не работают в клинике, в детстве, как врачи, или еще параллельно, то есть как в дистанционные процессы, или... Они стараются это соединить, то есть они работают в клинике, и благодаря этой работе у них только есть материал, и они потом используют этот материал для того, чтобы делать какие-то исследования. А как будет, если страна не требует сертификата, как будет проверяться знание английского языка? Потому что, ну, допустим, смотри, я попрошу, допустим, сделать своего преподавателя, написать для меня резюме, или же перевести... Это обязательно, то есть, ну, во время... Как это можно проверить? Во время, скажем, интервью, то есть люди смотрят. Если есть большие различия между вашим мотивационным ресурсом и тем уровнем знания, да, то есть ваше заявление аннулируется. И также, если ваши знания английского будут очень плохими, уже на уровне, когда туда попали, то страна, в которую приезжают, их организаторы могут тоже написать кляузу, то есть так и так, что ваш студент, у него не такие знания, как заявлялись, вот, и тоже может аннулироваться практической стажировки. Поэтому английский... Ты говоришь, что студент поедет обратно? Да, да. Серьезно? Ну, обычно... Ну, обычно... Ну, обычно... Я так не помню, но просто несколько раз это проверяется на уровне заполнения документов, на уровне скайп-конференции. И перед тем, как ты едешь, вот тот человек, который координирует в Украине, он еще делает, как называется, pre-departure training. То есть есть несколько уровней, где, ну, не может просто человек попасть, если, ну, под какие-то документы подтасует, то есть... Это не так и что даже. Спасибо тебе большое за это видео. Ставьте лайк обязательно, если вам понравилось это видео. Я обязательно прокомментирую и поделю ссылочками полезными на ассоциацию. И до скорых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова